Здравствуйте! С вами Ольга Ворнова и вы на канале 7 дач. Сентябрь это такая замечательная пора, когда все поспевает. Яблоки, груши, сливы. И, конечно же, из всего этого нужно делать заготовки на зиму, чтобы, можно сказать, дачный сезон продлился у нас весь год. Ну а сегодня я расскажу, как сделать компот ассорти. Из груш, яблок и слив. Компот будет напоминать по вкусу всем известный компот глобус ассорти. Мне в свое время он очень нравился, когда я была маленькая. И вот путем различных проб мне удалось выяснить, какой рецепт наиболее близок по вкусу тому самому глобусу. Как его сделать, я сегодня и покажу. Возможно, вы помните, каким он был. Тот самый компот ассорти глобус, венгерский, это был компот, который в Советском Союзе продавался, его можно было купить. И наверняка он у многих был одним из самых любимых. Он мне запомнился тем, что он был, он сохранял букет тех фруктов, которые в нем были, и он был не слишком сладкий. Вот это, кстати, основное отличие. Потому что если компот переслащен, если варенье слишком сладкое, то, собственно, кроме вот этого притерного вкуса, больше ничего не замечаешь. А вот тот компот глобус, он не был слишком сладкий, и даже его сироп, сок, который составлял основу компота, его даже можно было пить отдельно, и он не казался притерным. Вообще букет у него был уникальным. Я пробовала брать те же самые фрукты, в самых разных пропорциях это все смешивать. И у меня то получалось кислым, то слишком сладким, то, значит, каких-то фруктов был явный перебор. И вот, наконец, я нашла идеальную пропорцию, и с тех пор делаю такие глобусы всегда. И все, кто пробует, говорит, да, это он. Однозначно по вкусу это глобус. Ну, так вот, поскольку начался сентябрь, то у меня в наличии различные сливы различных сортов, яблоки поспевают, груши, конечно же. А вот вишенок, увы, нету сейчас, а в глобусе вишенки были. И мне кажется, что в отдельные баночки иногда попадался даже персик. Но это, как говорится, дело экзотическое. Вот есть у меня абрикос, будут абрикосы, буду класть. А сейчас у меня только, значит, груши, яблоки и сливы. Но сливы зато разные, разных сортов. Вот и ничего страшного, из всего этого уже получится замечательный глобус. Ну что, давайте приступим. Я всегда за те заготовки, которые все-таки приближены к натуральному продукту. Итак, смотрите, что здесь за ингредиенты и какая должна быть пропорция. И записывайте. На 400 грамм слив. А сливы у меня основные, базовые, потому что слив много. И, честно говоря, не все умеют делать с ними заготовки. А вот я сливы люблю. Итак, на 400 грамм слив берется 3 яблока средних размеров, 3 груши, 2 литра воды и полстакана сахара. Посмотрите, сахара совсем немного. 100 грамм получается. Но это в моей пропорции. А если у вас будет больше слив, больше яблок, больше груш, соответственно, больше воды, больше сахара. И так, прежде всего, конечно, и это все знают, нужно помыть фрукты, из которых вы будете делать заготовку. Ну, а потом нужно фрукты порезать. Значит, сливы мы будем резать на половинки. А яблоки и груши либо на половинке, либо на четвертинке. Но помните, как это было в глобусе? В глобусе достаточно крупно были фрукты, нарезаны. Ну, конечно, плодоножки, семенные камеры нужно, конечно, извлечь. Это естественно. Груши, 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 груши. Тоже, естественно, на половинке так будет и красивее компот. Но если очень большие груши какие-то, большой сорт, то тогда, конечно, на четвертинке. Но в данном случае можно на половинке. Эти груши небольшие. Ну, не всегда даже семечки нужно извлекать. Это по ситуации. Вот такие кусочки. И вот таким образом поступаем со всеми яблоками и грушами. Ну, а сливы. Сливы нужно резать на половинке и обязательно вынимать косточки. Как правило, в косточке там содержатся такие вещества, помимо вредных, которые могут со временем проявиться. Там такие вещества содержатся, что из-за них может любая заготовка меньше храниться, не так долго. Итак, сливы режем на половинки и вынимаем из них обязательно косточки. Желтая слива должна хорошо косточка отделяться. Вот. И вот таким образом, и это самая долгая часть мероприятия, нужно все сливы обработать. Итак, теперь все то, что мы нарезали, мы складываем в баночку. Все, что вот по количеству в нужной пропорции. И все, что мы приготовили, в перемешку, сливы, яблоки, груши, вот все в перемешку, значит, пока не закончится банка, мы туда и складываем. И после этого будем заливать кипятком. Но для этого, конечно, надо вскипятить воду. Ну, а так принцип вы поняли. Чистенькая баночка, она не стерилизуется. Туда складываются сливы без косточек, порезанные крупные яблоки, груши и заливается кипятком. Итак, воду я вскипятила. И аккуратненько, чтобы баночка не лопнула мелкими порциями, я заливаю свое уже сделанное в баночке ассорти водой. Нужно сделать так, чтобы вода залила все фрукты. Вот так. И что мы делаем теперь? А теперь мы ничего с этой баночкой не делаем. Мы ее на некоторое время оставляем, чтобы вот этот вот залив, чтобы вот эта вода остыла. Но в то же самое время получится это уже не просто вода, а отвар всех фруктов. Ну вот, а теперь я уже слила этот фруктовый отвар, который вкусно пахнет яблоками, грушами и сливами, слила вот в этот ковшик. Фрукты пока в баночке пусть так постоят. Готовлю сахар. У меня вот на это количество, на мое расчетное, где-то вот немного, 1 треть стакана сахара получилось. Я выливаю в этот фруктовый отвар-навар. Размешиваю. Нам надо, чтобы сахар наш растворился, хорошо размешался. И ставлю на огонь. Вот в данном случае у меня плитка одноконфорочная. Моя задача довести до кипения и покипятить этот сироп 1 минуту. После чего мы зальем наш глобус. И это будет практически все. Потому что после этого мы баночку закатаем. Ну и так, готовим наш сладкий сироп. Правда он на самом деле не такой уж и сладкий. По сравнению с другими вареньями, заготовками. Там сплошной сахар. А этот, считайте, что диетический компот получился у нас. Мне кажется, все готово. И вот появляюсь я с закаткой, с крышкой. И вот с такой воронкой, которую я сделала из обрезанной бутыли 5-литровой. Все такие бутыли знают. Многие подделки делают из этих бутылок. Но я делаю воронки. Для варенья и заготовок очень удобно. Так. Наша теперь задача залить прокипевшим сиропом. Так, 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 так. Главное тихонько, осторожно. Теперь сладкий сироп. Заливаем. И оп. Все. Вот наш замечательный глобус залит. И скорее, 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 скорее. Скорей. Крышку. Скорей. Закатываем баночку. И вот в итоге у меня получился такой потрясающе красивый компот глобус. Что самое ценное? Он диетический. В нем сахар минимум, а пользы здесь максимум. Потому что, как видите, компот глобус это прекрасная идея. А куда именно ваш урожай потратить? Куда его дело пристроить? Но я хочу предупредить, что поскольку эта методика щадящая, то наш глобус нужно хранить или в холодильнике, или в подвале. И вот тогда, безусловно, без опаски всю зиму и даже весну у вас будет на столе этот вкуснейший компот. Ну, а я прощаюсь с вами. С вами была Ольга Воронова и канал 7дач. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и 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 ставьте лайки. Продолжение следует...